Вторая книга Паралипоменон. Глава первая. И утвердился Соломон сын Давида в царстве своем, и Господь, Бог его, был с ним, и вознес его высоко. Приказал Соломон собрать со всему Израилю тысячи начальникам и сто начальникам и судьям, всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломоны все собрание с ним на высоту, что в Гававоне, ибо там была Божия скиния собрание, которое устроил Моисей, раб Господний, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид и Скириаф Иорима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал, веселил сын Урии, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там, перед лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрание, вознес Соломон тысячу всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломона и сказал ему, проси, что мне дать тебе? И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду отцу моему великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду отцу моему, так как ты воссорил меня над народом многочисленным, как прах земной. То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед народом всем и входить, ибо кто может управлять всем народом твоим великим? И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем. И ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрости знания дается тебе, а богатства и имения и славы я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя, и не будет после тебя. И пришел Соломон с высоты, что в Гававоне отскини собрание Верусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников. И он разместил их в колесничных городах и при царе Верусалиме. И сделал царь серебро и золото Верусалиме равноценным простому камню. А кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта искувы. Купцы царские искувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Вторая пролипоменон, глава вторая. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И очистил Соломон семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотесов в горах и надзирателей над ними три тысячи шестьсот. И послал Соломон к хираму царю Тирскому сказать, как поступал ты с завидом отцом моим? И присылал ему кедр на построение дома его для жительства. Так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать перед ним благовонное курение, представлять постоянных либо предложения и возносить там все сожжения утром и вечером и в субботу и в новом месяце и в празднике Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения перед лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и Верусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю великий и чудный. И вот древосекам, рубящим дерева рабам твоим, я даю в пищу пшеницы двадцать тысяч коров, и ящ меню двадцать тысяч коров, и вина двадцать тысяч батов, и оливкового масла двадцать тысяч батов. И отвечал Херам царь Тирский письмом, которое прислал к Соломону. По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним. Еще сказал Херам, благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давида сына мудрого, имеющего смысл и разум. Который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебя, человека умного, имеющего знания, Херам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его Тирианин, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из камней, из дерев, из пряжи, пурпурового, яхонтового света, из вессона, из багреницы и вырезать всякую резьбу, исполнять все, что будет порученному вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливкового масла и вино, о котором говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревь слива, насколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. Исчистил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом от Сумиум. И нашлось их 153 600. И сделано из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменотсеков на горах и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. 2 Паралипоменон, глава 3. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мариа, которой указано было Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне орны его сиянина. Начал же он устроить во второй день второго месяца, в четвертый год старствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божия, длина его 60 локтей по-прежней мере, а ширина 20 локтей, и притвор, который пред домом, длиною по ширине дома и 20 локтей, а вышиною во сто двадцать, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же, главное, обшил деревом кипарисовым, и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты, золото же было золото парвоимское, и покрыл дом бревна, пороги, и стены его, и окна, и двери его золотом, и выразил на стенах херувимов, и сделал святое святое глина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов, в гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде, горницы также покрыл золотом, и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы, и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей, одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на двадцать локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряновой ткани, из весона и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом два столба длиной по тридцати пяти локтей, и капитель наверху каждого в пять локтей. И сделал цепочки, как в освятилище, и положил наверху столбов. И сделал сто гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую. И дал имя правому Иохин, а левому имя Вааз. Вторая паралипоменон, глава четвертая. И сделал медный жертвенник, двадцать локтей длина его, и двадцать локтей ширина его, и десять локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его десять локтей. Все круглое вышиной в пять локтей. И снурок в тридцать локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На десять локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояли они на двенадцати валах. Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку. И море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь. И края его сделаны, как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до трех тысяч батов. И сделал десять омывальниц, и поставил пять по правую сторону и пять по левой, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению. Омывали в них море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал десять золотых светильников, как им быть надлежало. И поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую. И сделал десять столов, и поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую. И сделал сто золотых чаш. И сделал священнический двор и большой двор, и двери к двору. И верея их, Обложил медью Море поставил на правой стороне К юго-востоку И сделал хирам тазы И лопатки, и чаши, и кадильницы И все жертвенные сосуды И кончил хирам работу Которую производил для царя Соломона В Доме Божьем Два столба и две опояски венцов Наверху столбов И две сетки для покрытия двух опоясок Венцов, которые на главе столбов Четыреста гранатовых яблок На двух сетках Два ряда гранатовых яблок Для каждой сетки Для покрытия двух опоясок венцов Которые на столбах И подставы сделал он И омывальницы сделал на подставах А одно море И двенадцать валов под ним И тазы, и лопатки, и вилки И весь прибор их сделал хирам Ави Царю Соломону Для Дома Господня Из полированной меди В окрестности Ордана Выливал их царь В глиностей земле Между Цахофом и Царедою И сделал Соломон все вещи сии В великом множестве Так что не знали веса меди Так же сделал Соломон все вещи для Дома Божия И золотой жертвенник И столы, на которых хлебы предложения И светильники, и лампады их Чтобы возжигать их по уставу Перед довиром из чистого золота И цветы, и лампады, и щипсы Из золота, из самого чистого золота И ножи, и крапильницы, и чаши И лотки из золота самого чистого И двери храма Двери его внутренние во святое святых И двери храма во святилище и золото Вторая паралипоменон Глава пятая И окончилась вся работа Которой производил Соломон Для Дома Господа Господня И принес Соломон, посвященный Давидом Отцом его И серебро, и золото, и все вещи Отдал в сокровищницу Дома Божия Тогда собрал Соломон Старейшины Израилевых И всех глав колен Начальников поколений Израилевых Иерусалим Для перенесения ковчега Завета Господня Из города Давидова То есть Сиона И собрались к царю все израильтяне На праздник в седьмой месяц И пришли все старейшины Израилевы Левиты взяли ковчег И понесли ковчег из Скинии в собрание И все вещи священные Которые в Скинии Понесли их священники и левиты Саджа Соломон и все общество Израилева Собравшиеся к нему перед ковчегом Приносили жертвы из овец и валов Которых невозможно исчислить и определить По причине множества И принесли священники ковчег Завета Господня на место его В доверх храма Во святое святых Под крылья херувимов И херувимы распростирали крылья Над местом ковчега И покрывали херувимы ковчег И шесты его сверху И выдвинулись шесты Так что головки шестов ковчега Видны были перед Авером Но они выказывались наружу И они там до сего дня Не было в ковчеге ничего Кроме двух скрижалей Которые положил Моисей на Хариве Когда Господь заключил завет С сынами Израилевыми По исходе их из Египта Когда священники вышли из святилища Ибо все священники находившиеся там Освятились без различия отделов И левиты, и певцы Все они То есть Асав, Эман, Эдифун И сыновья их, и братья их Одетые в весон с кимбалами И с псалтырями, и с сытрами Стояли на восточной стороне жертвенника И с ними сто двадцать священников Трубивших трубами И были, как один, трубящие и поющие Издавая один голос К восхвалению и славословию Господа И когда загремел звук труб И кимбалов, и музыкальных орудий И восхваляли Господа И вон благ, ибо век милость его Тогда дом, дом Господень Наполнило облако И не могли священники стоять На служении по причине облака Потому что слава Господня Наполнила дом Божий Вторая паралипоминон, глава шестая Тогда сказал Соломон Господь сказал, что он благоволит Обитать во мгле А я построил дом в жилище тебе, святый Место для вечного твоего пребывания И обратился царь лицом своим И благословил все собрание израильтян Все собрание израильтян стояло И сказал Благословен Господь Бог Израиля В который, что сказал устами своими Давиду Отцу моему Исполнил ныне рукою своею Он говорил С того дня, как я вывел народ Мой из земли египетской Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома В котором пребывало бы имя мое И не избрал человека Который был бы правителем народа Моего Израиля Но избрал Иерусалим Чтобы там пребывало имя мое И избрал Давида Чтобы он был над народом моим Израилем И было на сердце у Давида Отца моего построить дом имени Господа Бога Израилева Но Господь сказал Давиду Отцу моему У тебя есть на сердце построить Храм имени моему Хорошо, что это на сердце у тебя Однако не ты построишь храм А сын твой, который произойдет Из шресл твоих Он построит храм имени моему И исполнил Господь Слово свое, которое изрек Я вступил на место Давида Отца моего И воссел на престоле Израилевым Как сказал Господь И построил дом имени Господа Бога Израилева И я поставил там ковчег В котором завет Господа Заключенный им сынами Израилевыми И стал Соломон у жертвенника Господня Впереди всего собрания израильтян И воздвиг руки свои Ибо Соломон взял медный амвон Длиной в пять локтей И шириной в пять локтей А вышиной в три локтя И поставил его среди двора И стал на нем И преклонил колени Впереди всего собрания израильтян И воздвиг руки свои К небу И сказал Господи Божий Израилев Нет Бога подобного тебе Ни на небе Ни на земле Ты хранишь завет и милость К рабам твоим Ходящим перед тобой Всем сердцем своим Ты исполнил рабу твоему Давиду Отцу моему Что ты говорил ему Что изрек ты устами твоими То в день сей И исполнил рукою твоею И ныне Господи Божий Израилев Исполни рабу твоему Давиду Отцу моему То что ты сказал ему Говоря Не прекратится у тебя муж Сидящий перед лицом моим На престоле Израилев Если только сыновья твои Будут наблюдать за путями своими Ходя по закону моему Так как ты ходил предо мною И ныне Господи Божий Израилев Да будет верно слово твое Которое ты изрек рабу твоему Давиду Поистине Богу лежит с человеками на земле Если небо и небеса небес не вмещают тебя Тем менее храм сей Который построил я Но призри на молитву раба твоего И на прошение его Господи Божий мой Услышь воззвание и молитву Которую раб твой молится перед тобою Да будут очи твои отверстия на храм Сей днем и ночью На место где ты обещал положить имя твое Чтобы слышать молитву Которую раб твой будет молиться на месте Семь Услышь моление раба твоего И народа твоего Израиля Какими они будут молиться на месте Семь Услышь с места обитания твоего С небес Услышь и помилуй Когда кто согрешит против ближнего своего И потребует от него клятвы Чтобы он поклялся И будет совершать вся клятва Перед жертвенником твоим в храме си Тогда ты услышь с неба И соверши суд над рабами твоими Воздай виновному Возложив поступок его на голову его И оправдай правого Воздав ему по правде его Когда поражен будет народ твой Израиль Неприятелем за то Что согрешил перед тобою И они обратятся к тебе И исповедуют имя твое И будут просить и молиться перед тобою В храме си Тогда ты услышь с неба И прости грех народа твоего Израиля И возврати их в землю Которую ты дал им и отцам их Когда заключится небо И не будет дождя за то Что они согрешили перед тобою И будут молиться на месте си И исповедуют имя твое И обратятся от греха своего Потому что ты смирил их Тогда ты услышь с неба И прости грех рабов твоих И народа твоего Израиля Указав им добрый путь По которому идти им И пошли дождь на землю твою Которую ты дал народу твоему в наследие Голод ли будет на земле Будет ли язва моровая Будет ли ветер палящий или ржа Саранча или червь Будет ли теснить его неприятели Или на земле владения его Будет ли какое бедствие Какая болезнь Всякую молитву Всякое прошение Какое будет от какого-либо человека Или от всего народа твоего Израиля Когда они почувствуют Каждое бедствие свое И горе свое И прострут руки своих Храму сему Ты услышь с неба Место обитания твоего И прости И воздай каждому По всем путям его Как ты знаешь сердце его Ибо ты один знаешь Сердце сынов человеческих Чтобы они боялись тебя И ходили путями твоими Во все дни И доколе живут на земле Которые ты дал отцам нашим Даже иноплеменник Который не от народа твоего Израиля Когда он придет из земли далекой Ради имени твоего великого И руки твоей могущественной И мышцы твоей простертой И придет и будет молиться У храма сего Ты услышь с неба С места обитания твоего И сделай все О чем будет взывать к тебе иноплеменник Чтобы все народы земли Узнали имя твое И чтобы боялись тебя Как народ твой Израиль И знали Что твоим именем Называется дом сей Который построил я Когда выйдет народ твой на войну Против неприятелей своих путем Которым ты пошлешь его И будет молиться тебе Обратившись к городу сему Который избрал ты К храму Который я построил имени твоему Тогда услышь с неба молитву их И прошение их И сделай что потребно для них Когда они согрешат пред тобой Ибо нет человека Который не согрешил бы И ты прогневаешься на них И предашь их врагу И отведут их Пленившие их В землю далекую Или близкую И когда они В земле В которой будут пленены Войдут в себя И обратятся И будут молиться тебе В земле пленения своего Говоря Мы согрешили Сделали беззаконие Мы виновны И обратятся к тебе Всем сердцем своим И всей душой своей В земле пленения своего Куда отведут их в плен И будут молиться Обратившись к земле своей Которую ты дал отцам их И городу Который избрал ты И к храму Который я построил имени твоему Тогда услышь с неба С места обитания твоего Молитву их И прошение их И сделай что потребно для них И прости народу твоему В чем он согрешил Пред тобою Боже мой Да будут очи твои отверстия И уши твои Внимательные к молитве На месте семь И ныне Господи Боже Встань на место Покоя твоего Ты и ковчег Могущества твоего Священники твои Господи Боже Да облекутся во спасение И преподобные твои Да насладятся благами Господи Боже Не отврати лица Помазанника твоего Помяни милости К Давиду Рабу твоему Вторая параллель Паминон Глава седьмая Когда окончил Соломон молитву Сошел огонь с неба И поглотил Все сожжения И жертвы И слава Господне Наполнила дом И не могли священники Войти в дом Господень Потому что Слава Господне Наполнила дом Господень И все сыны Израиля Видя как сошел огонь И слава Господне На дом Пали лицом на землю На помост И поклонились И словословили Господа Ибо он благ Ибо вовек милость его Царь же и весь народ Стали приносить жертву Перед лицем Господа И принес царь Соломон В жертву Двадцать две тысячи валов И сто двадцать тысяч овец Так осветили дом Божий Царь и весь народ Священники стояли В служении своем И левиты С музыкальными орудиями Господа Которые сделал царь Давид Для прославления Господа Ибо вечно милость его Так как Давид Славословил через них Священники же Трубили перед ним И весь Израиль стоял Осветил Соломон И внутреннюю часть двора Которая перед домом Господнем Ибо принес там Всесожжение и туг Мирных жертв Так как Жертвенник медный Сделанный Соломоном Не мог вмещать Всесожжение И хлебного приношения И туков И сделал Соломон В то время Семидневный праздник И весь Израиль с ним Собрание весьма большое Сошедшееся от входа В Ямав До реки Египетской А в день восьмой Сделали по празднеству Ибо освящение Жертвенника Совершали семь дней И праздник семь дней И в двадцать третий день Седьмого месяца Царь отпустил народ В шатры их Радующиеся И веселящиеся В сердце о благе Какое сделал Господь Давиду И Соломону И Израилю Народу своему И окончил Соломон Дом Господний И дом царский И все что предположил Соломон В сердце своем Сделать в доме Господнем И в доме своем Совершил он успешно И явился Господь Соломону ночью И сказал ему Я услышал молитву твою И избрал себе место сие В дом Жертвоприношения Если я заключу небо И не будет дождя Если повелю саранче Поедать землю Или пошлю моровую язву На народ мой И смирится народ мой Который именуется Именем моим И будут молиться И взыщут лица моего И обратятся От худых путей своих То я услышу с неба И прощу грехи их И исцелю землю их Ныне очи мои Будут отверсты И уши твои Внимательны К молитве На месте семь И ныне я избрал И освятил дом сей Чтобы имя твое Было там навеки Во веки И очи мои И сердце мое Будут там во все дни Если ты будешь Ходить перед лицом моим Как ходил Давид Отец твой И будешь делать все Что я повелел тебе И будешь хранить Уставы мои И законы мои То утвержу Престол царства твоего Как я обещал Давиду отцу твоему Говоря Не прекратится у тебя муж Владеющий Израилем Если же вы отступите И оставите уставы мои Заповеди мои Которые я дал вам И пойдете И станете служить Богам иным И поклоняться им То я истреблю Израиля С лица земли моей Которую я дал им И храм сей Который осветил имя моему Отвергну от лица моего И сделаю его притчей И посмешищем у всех народов И о храме всем высоком Всякий Проходящий мимо него Ужаснется и скажет За что поступил так Господь с землей И с храмом всем И скажет За то, что они оставили Господа Бога Отцов своих Который вывел их Из земли египетской И прилепились к богам иным И поклонялись им И служили им Зато он навел на них Все это бедствие Вторая паралипоминон Глава восьмая По окончании двадцати лет В которые Соломон строил Дом Господень И свой дом Соломон обстроил И города Которые дал Соломон И храм И поселил в них Сынов Израилевых И пошел Соломон На Эмаф Сува И взял его И построил он Фадмор в пустыне И все города Для запасов Какие основал Эмафи Он обстроил Вифавор верхний Вифавор нижний Города укрепленные Со стенами Воротами И запорами И Ваалаф И все города Для запасов Которые были у Соломона И все города Для колесниц И города Для конных И все что хотел Соломон построить В Иерусалиме И на Ливане И во всей земле Владения своего Весь народ Оставшийся от Хитеев И Амареев И Резеев И Ивеев И Иусеев Которые были Не из сынов Израилевых Детей их Оставшихся после них На земле Которых не истребили Сыны Израилевых Сделал Соломон Оброчными До сего дня Сынов же Израилевых Не делал Соломон Работниками По делам своим Но они были Воинами И начальниками Телохранителей его И вождями Колесниц его И всадников его И было Главных приставников У царя Соломона Управляющих народом Двести пятьдесят А дочь Параону Перевел Соломона Из города Давида В дом Который построил Для нее Потому что Говорил он Не должна жить Женщина У меня в доме Давида Царя Израилева Ибо Свят он Так как Вошел в него Ко всех Господень Тогда стал Возносить Соломон Всесожжение Господу На жертвеннике Господнем Которое он Устроил Перед притвором Чтобы по уставу Каждого дня Приносить Всесожжение По заповеди Моисеевой И в субботу И в новомесяще И в праздники Три раза в год В праздник Опресноков И в праздник Седьмис И в праздник Кущей И установил Он по распоряжению Давида Отца своего Череды И священников По службе их И левитов По стражам их Чтобы они Словословили И служили При священниках По уставу Каждого дня И при вратниках По чередам их И каждым Каждым воротам Потому что Таково было Завещание Давида Человека Божия И не отступали От повелений Царя Священниках И левитов Ни в чем Ни в отношении Сокровищ Так устроено Так устроено Было Все дело Соломонова От дня Основания Дома Господня До совершенного Окончания Его Дома Господня Тогда пошел Соломон Весов Гавер И Велав Который на берегу Море В земле Идумейской И прислал Мухерам Через слуг Своих кораблей И рабов Знающих море И отправились Они С слугами Соломону В Афир И добыли Оттуда Четыреста Пятьдесят Талантов Золота И привезли Царю Соломону Вторая Паралипоменон Глава Девятая Цариса Савская Услышав О славе Соломона Пришла Испытать Соломона Загадками В Иерусалим С весьма Большим Богатством И с верблюдами Навьюченными Благовониями И множеством Золота И драгоценных Камней И пришла К Соломону И беседовала С ним Обо всем Что было На сердце У нее И объяснила И Соломон Все слова Ее И не нашлось Ничего Незнакомого Соломону Чего он Не объяснил Бо ей И увидела Цариса Савская Мудрость Соломона И дом Который он Построил И пищу За столом Его И жилища Рабов Его И чинность Служащих Ему И одежду Их И виночерпив Его И одежду И ход Которым Он ходил В дом Господень И сказала Царю Верно То что я Слышала В земле Моей О делах Твоих И о мудрости Твоей Но я Не верила Словам О них Доколе Не пришла И не увидела Глазами Своими И вот Мне В половину Не сказано О множестве Мудрости Твоей Ты превосходишь Молву Какую Я слышала Блаженны Люди Твои И блаженны Сии Слуги Твои Всегда Предстоящие Перед Тобою И слышащие Мудрость Твою Да будет Благословен Господь Бог Твой Который Благоволил Посадить Тебя На престол Свой В царях У Господа Бога Твоего По любви Бога Твоего К Израилю Чтобы утвердить Его навеки Он поставил Тебя Царем Над ним Творить Суд И правду И подарила Она Царю 120 талантов Золота И великое Множество Благовоний Драгоценных Камней И не было Таких Благовоний Какие подарила Цариса Савская Царю Соломону И слуги Хирамова И слуги Соломоновы Которые Привезли Золото И зафиры Привезли И красного Дерева И драгоценных Камней И сделал Царь Из этого Красного Дерева Лестницы К Дому Господню И к Дому Царскому И цитры И псалтыри Для певцов И не видом Было Подобному Сему Прежде В земле Иудейской Царь Соломон Дал Царис Исавской Все Чего Она Желала И Чего Она Просила Кроме Таких Вещей Какие Она Привезла Царю И Она Отправилась Обратно В землю Свою Она И слуги Ее Весу В золоте Которое Приходило К Соломону В один Год Было Шестьсот Шестьдесят Шесть Талантов Золота Сверх Того Послы Купцы Приносили И все Аравийские Начальники Областные Приносили Золото И серебро Соломону И Взял Царь Соломон Двести Больших Щитов Из Кованого Золота По Шестисот Сиклей Кованого Золота И Пошло На Каждый Щит И Триста Щитов Меньших Из Кованого Золота По Триста Сиклей Золота Пошло На Каждый Щит И Поставил Царь В доме Из Ливанского Дерева И Взял Царь Большой Престол Из Слоновой Кости И Обложил Его Чистым Золотом И Шесть Ступеней К Престолу И Золотое Подножие К Престолу Приделанное И Локотники По Обе Стороны У Место Сидения И Двух Львов Стоящих Возле Локотников Еще Двенадцать Львов Стоящих Там На Шести Ступенях По Обе Стороны Не Бывало Такого Престола Ни В Одном Царстве И Все Сосуды Для Литья У Царя Соломона Были Из Золота И Все Сосуды В Доме Из Ливанского Деревя Были Из Золота Отборного Серебро В Павлина И Презошел Царь Соломон Всех Царей Земли Богатством И Мудростью И Все Цари Земли Искали Видеть Соломона Чтобы Послушать Мудрости Его Которую Вложил Бог В Сердце Его И Каждый Из Них Подносил От Себя В Дар Сосуды Серебряные Сосуды Золотые И Одежды Оружие Благовония Коней Лошаков Из Всадников И Он Разместил И В Городах Колесничных И При Царе В Иерусалиме И Господствовал Он Над Всеми Царями От Реки Ефрата До Земли Филистинской И До Пределов Египта И Сделал Царь Золото И Серебро В Иерусалиме Равноценным Простому Камню И Кедры По Их Множеству Сделал Равноценными Сикамором Которые На Низких Местах Коней Приводили Соломона Из Египта Из Всех Земель Прочие Деяния Соломона Первые Последние Описаны В Записях Нафана Пророка И В Пророчестве Ахии Силамлянина И В Видениях Прозорливца И Аиля О И Равами Сыне Наватовом Царствовал же Соломон В Иерусалиме Над Всем Израилем Сорок Лет И Почил Соломон С Отцами Своими И Похоронили Его В Городе Давида Отца Его И Воцарился Равам Сын Его Вместо Него Вторая Паралепаминон Глава Десятая И Пошел Равам В Сихем Потому Что В Сихем Сошлись Все Израильтяне Чтобы Поставить Его Царем Когда Услышал Асем Равам Сын Наватов Он Находился В Египте Куда И Равам Из Египта И Послали И Звали Его И Пришел И Равам И Весь Израиль И Говорили Равам Так Отец Твой Наложил На Нас Тяжкое Иго Но Ты Облегчи Жестокую Работу Отца Твоего И Тяжкое Иго Который Наложил На Нас И Мы Будем Служить Тебе И Сказал Равам Через Три Дня Приходите Опять Ко Мне И Разошелся Народ И Советовался Царь Равам Со Старейшинами Которые Предстояли Перед Лицом Соломона Отца Его При жизни Его И Говорил Как Вы Посоветуете Отвечать Народу Сему Они Сказали Ему Если Ты Ныне Будешь Добр К Народу Сему И Угодишь Ему И Будешь Говорить С ними Ласково То Они Будут Тебя Рабами На Все Дни Но Он Оставил Совет Старейшин Которые Они Давали Ему И Стал Советоваться С Людьми Молодыми Которые Выросли Вместе С ним Предстоящими Перед Лицом Его И Сказал Что Вы Посоветуете Мне Отвечать Народу Сему Говорившему Мне Так Облегчи Иго Которое Наложил На Отец Твой И Говорили Молодые Люди Выросшие Вместе С ним И Сказали Так Скажи Народу Говорившему Тебе Отец Твой Наложил На Нас Тяжкое Иго А Ты Облегчи Нас Скажи Им Так Мизинец Мой Толщич Ресл Отца Моего Отец Мой Наложил На Вас Тяжкое Иго А Я Увеличиваю Иго Ваша Отец Мой Наказывал Вас Бичами А Я Буду Бить Вас Скорпионами И Пришел Я Раваам И Весь Народ К Раваам На Третий День Как Приказал Царь Сказав Придите Ко Мне Опять Через Три Дня Тогда Царь Отвечал Им Сурово Ибо Оставил Царь Раваам Совет Старейших И Говорил Им По Совету Молодых Людей Так Отец Мой Наложил На Вас Тяжкая Вига А Я Увеличу Его Отец Мой Наказывал Вас Бичами А Я Буду Бить Вас Скорпионами И Не Послушал Царь Народа Потому Что Так Устроено Было От Бога Чтобы Исполнить Господу Слово Своё Которое Изрёк Он Через Ахи Весел Амлянина И Раваму Сыну Наватову Когда Весь Израиль Увидел Что Не Слушает Его Царь То Отвечал Народ Царю Говоря Какая Нам Счасть Давиде Нет Нам Доли Сыне Иссеевом По Шатрам Своим Израиль Теперь Знай Свой Дом Давид И Разошли Все Израильтяне По Шатрам Своим Только Над Сынами Израилевыми Жившими В городах Иудинах Остался Царём Раваам И Подсал Сарь Раваам Адани Рама Начальника Над собранием Дании И Забросали Его Сыны Израилевых Каменьями И Он Умер Сарь Жар Раваам Поспешил Сесть На Колесницу Чтобы Убежать В Иерусалим Так Отложился Израильтяне Отложились От Дома Давидова До Сего Дня